Семья Надежды и Михаила родилась 44 года назад. Никаких пышных свадеб и гуляний. И даже до дома жениха невеста пришла из соседней деревни пешком, чтобы потом вместе пойти в сельсовет и взять документ, подтверждающий их законный брак. Я Никольская, он Опасевский. В Опасево замуж вышла. Замуж пошла пешком километром. Да, вместе учились. Свадьбы не было, был маленький вечерок. Света не было тогда вообще. Местная молодежь там аккумулятор принесли. С аккумулятором свет сделали, лампочка включили, музыку включили. Не без пожилых там, родители только, и молодежь отпраздновали, посидели. Мы, как... У него даже родители не знали, что мы расписались. Мы сходили в сельсовет, расписались, стали уезжать. Стали уезжать. Потом свекровка сказала, пусть сюда придет, приведи. Из двух домов туда не уедете никуда. Из одного дома надо уйти, уехать. Вот маленький вечер сделали, потом уехали, попробовали в Казахстан уезжать. Обратно приехали, мне понравилось. Так и остались в родном районе жить до добра наживать. Михаил Дмитриевич после окончания курсов механизаторов устроился в колхоз «Заря». Так и отработал там больше 40 лет до выхода на пенсию и получил награду заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан. Надежда Витальевна тоже не сидела без дела. После школы сразу уехала по вербовке на фабрику, приодильную фабрику. Там была профессия ленточница. Мы же не понимали, что такое приодильная фабрика. Мы даже это сроду не видели. Мы думали, бабушка сказала, ленточница, ленты там будут, ленты привезете. А там ленточница такая тяжелая профессия, оказывается. Мы все приодильщицами попали. Пять лет там отработала. Приехала вот в 80-м году, сразу замуж вышла. Я 19 лет в Сбербанке отработала. Ну, раньше Сбербанк называлась. Сейчас Сбербанк. В деревенской Сбербанке работала 19 лет. Детские пособия, зарплату колхозникам выдавала. Потом пошла оптимизация. Компьютеры. Потом стали передвижные, вот этот Сбербанк, передвижной мобильный банк стал приезжать. Мне еле раз. А потом все на карточки перешли, теперь все. Оба скромные, трудолюбивые, всегда готовые прийти на помощь и никогда не отлынивали от работы. За что и завоевали уважение от насельчан. Ну и, как полагается, в молодой семье стали появляться дети. У нас сегодня отбирает детей. Старший сын, вторая дочка. Ну, она работает здесь, в садике, воспитателем. Живет в соседней деревне, в Апасево. Третья дочка. Замуж вышла в ВУ. Двое внуков. Третьего ожидаем. Четвертая дочка в Березовке. Так и жили, как говорит сама Надежда Витальевна, как все. Ничего необычного. Растили, детей вели хозяйство. Все вместе пережили сложные времена, но смогли обеспечить всем детям высшее образование. И с достойным багажом отпустили в самостоятельную жизнь. Они своим примером, своим трудом показывают, как правильно воспитывать детей. Значит, у них четверо детей, которые уже живут своими семьями в разных уголках, так скажем, нашего района, нашей республики. Старший сын у них, Эдвард, он после армии проработал в органах внутренних дел. Сейчас находится в зоне специальной военной операции по мобилизации. Он живет в деревне Кореева нашего района, воспитывает двоих детей. Так, ну, дочки Вероника у нас работает заведующей детского сада села Никольское. Затем, следующая дочка у нас живет в городе Уфа, Уфе, Марина. Тоже двое детей. И младшая, значит, Кристина живет в Николай-Березовке, тоже у них двое детей, работает в детском саду. Значит, все они получили благодаря своим родителям высшее образование. Также являются примером среди односельчан. Несмотря на то, что дети давно живут отдельно, дом Надежды и Михаила никогда не пустует. И, конечно же, на лето внуки приезжают к бабушке с дедушкой. Здесь им скучать не приходится. Младшее поколение охотно помогает по дому. Девчонки с интересом наблюдают за увлечением бабушки по вязанию интересных вещей. А мальчишки стараются не отставать от дедушки в хозяйских делах. Девчонки с интересом наблюдают за увлечением бабушки по вязанию интересных вещей.